Пряник. Он был праздничный праздник, и он был дорогой. Знакомство с Россией начинается с музея русской кухни. Сладкий пряник, декоративные ложки, диковинная маслобойка – такого у себя на родине они не видели. Студентам из Нигерии, Египта, Сирии, Марокко, которые в Самаре учат русский язык, удивительными кажутся не только лапти и самовары, но и вполне обычные для россиян вещи. Чайник. Мне нравится здесь чайник. Я думаю, чайник – это чудесный предмет, потому что я не увидел, как такой предмет в дорогой стране, только в России. Следующая остановка – кулинарный цех. Здесь иностранных студентов учат лепить фигурки из добного теста. Гости из жарких стран старательно повторяют за мастером и готовят традиционную русскую выпечку. По словам опытных кулинаров, россиянам есть чем удивить гостей – и продуктами, и подачей. Мы работаем хорошо сейчас со свеклой, с морковью, капуста. То есть мы используем вот такой ассортимент и стараемся внедрять и в горячие, и холодные блюда, ну и даже в десерты – свеклу, морковь, какие-то такие наши, репу, даже овощи. Все, кто сегодня в гостях у кулинаров – студенты факультета дополнительного образования Самарского университета. Они живут в России всего несколько месяцев. Чтобы в будущем пойти учиться на инженеров, фармацевтов и врачей, им сначала нужно выучить русский язык, а заодно и приобщиться к культуре. Мы разработали программу для более подробного изучения русского языка и для того, чтобы посмотреть на быт предметов именно изнутри. Сейчас не все могут попасть в деревню, в русскую избу, и мы здесь создаем пример русской избы в нашем музее русской кухни. Главная часть экскурсии – дегустация традиционных русских блюд. Меню организаторы подбирали тщательно. Старались угодить и мусульманам, которые не едят свинину, и христианам, которые сейчас соблюдают пост. Сегодня на обед – чьи боярские в горшочке, блинчики с медом и компот. Мнения иностранных гостей разделились. Я не знаю, есть. Хлеб – это нормально, суп невкусный. Мне нравится это, потому что я не знаю, что это, но нормально, невкусно, неплохо. Мне нравится хлеб, но суп не очень… не вкусно, но хлеб – хорошо. Во многих странах подобных блюд просто нет. Гости пытаются сравнить русское меню с тем, что постоянно едят у себя на родине. Суп – это компот. Камбон. Здесь нет в Египте. Дорогой суп. Русские блины очень вкусные. Не как французские блины или арабские блины. В кулинарном техникуме иностранцев с русской культурой знакомят уже второй год. В этот раз число гостей больше, чем в прошлый. Чем удивят студентов на следующий год, организаторы пока держат в секрете. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. Субтитры создавал DimaTorzok Денис Сулайманов. Продолжение следует...